дорогие друзья мы продолжаем эфир и сейчас у нас в гостях будет интересный гость и интересная страна когда я слышу слово тунис у меня две ассоциации это таласа терапия и это сахара все больше ни одной поэтому буду надеяться и надеюсь вам тоже будет интересно наши сомнения развеются мы узнаем что в тунисе много чего интересного поэтому в гостях у нас ирина в юн менеджер отдела продаж компании ту и туртез здравствуйте ирина и переубедите нас здравствуйте ну как бы те причины которые вы назвали то есть таласа терапия и сахара это действительно так и есть правильные ассоциации как бы не только но это одно из самых важных тунис сейчас у нас на экране можно видеть карту туниса с основными курортами это африка находится до в африке но это бывшая французская колония то есть тунис это вот как еще называют уголок европы в африке парле франсе да вот что-то в этом духе и кстати вот в тунисе очень хорошо парле франсе мышь не хорошо парле франсе в тунисе основной конечно же язык это арабский вот но практически все население разговаривает прекрасно на французском на английском уже говорит меньше человек но все равно говорят вот на русском уже совсем мало совсем не говорят есть конечно представители то есть это представители нашей принимающей компании то есть гиды они все русскоговорящие если туристы приезжают в тунис то у них возникают может быть какие-то вопросы и они не знают ни одного языка они могут обратиться гиду соответственно арабский сложно вообще арабский тяжело выучить вот французский можно выучить но не надо потому что туристы обычно немножко владеют но как бы для туристов обычно это что может могут быть какие могут быть нюансы с языком но в некоторых отелях есть представители может быть один два русскоговорящих представителя на рецепции в основном вот в анимации обычно русскоговорящих представителя чаще нет чем есть вот и анимация проходит на английском французском языках некоторых отелях которые относятся к немецким немецкой сети например даже надо на немецком русском нет но если это например какое-то шоу танцы вечерняя программа то в принципе не надо не имеет никакого значения на ком языке ведется программа если это конечно какой-нибудь камень дешоу или что-то такое туристы не могут посидеть посмеяться со своих шуток да значит прилетаем мы в аэропорт инфи да то есть если видно на нашей карте это новый аэропорт открылся и самый лучший в африке насколько да самый лучший и он сейчас принимает все международные рейсы прилетающие в тунис то есть если раньше прилетали в аэропорт города монастир вот то сейчас все рейсы летят в инфиду перелет не длительный занимает всего три с половиной часа и это один из плюсов туниса вы сразу тогда плюсы вот то есть если вот сравнивать с египтом египет лететь где-то 4 часа и в египте сейчас там некоторые туристы думают лететь или нет а в тунис лететь конечно же лететь потому что сейчас в тунисе спокойно никаких таких дестабилизационных как бы акций протестов ничего такого не происходит то есть в тунисе сейчас спокойно и можно спокойно отправлять туда туристов вот и также вот плюс инфиды что основные наши курорты это хамамет севернее инфиды это где-то 40 50 минут езды а вы мышкой нам покажите сразу мышку увидят зритель да мышку видят вот буквально близко недалеко вот это северный наш курорт за хамаметом еще мы предлагаем курорт на бель а вот он всего в семи километрах от хамамета но уже поспокойнее и еще есть у нас один отель вот если сейчас попробуем подняться сюда это тунисский залив вот столица туниса город тунис и рядышком находится да все очень просто рядышком находится курорт борщ седрия он тоже очень спокойный там у нас тоже есть один из таких недорогих бюджетных отельчиков вот но этот курорт более удобен для туристов которые желают совместить возможно какие-то дела свои решить в столице туниса и одновременно совместить пляжный отдых сюда конечно трансфер уже составит где-то полтора часа от аэропорта в принципе не так уж и долго да если мы будем опускаться южнее инфиды первый курорт это у нас сус это где-то около часа езды на трансфере следующий курорт монастир это час-полтора и самый южный из курортов которые мы предлагаем это курорт махди я туда где-то два два с половиной часа езды это как валанью санталии и есть еще часто могут спрашивать туристы об этом курорте но мы его не предлагаем это остров джерба это самый южный курорт к сожалению мы его не предлагаем почему не предлагаем потому что летаем в инфиду и до джерба конечно до долга давляем что трансфер довольно таки длительный поэтому не предлагаем к сожалению то есть основные наши все курорты находятся вблизи от аэропорта сразу скажу про следующие плюсы туниса это пляж пляжи в тунисе все с белым мелким песком постепенным заходом в море то есть если туристы едут с детьми то им даже не не нужно думать в какой курорт поехать то есть везде будет удобный хороший то есть любой курорт абсолютно любой курорт это песок есть несколько отелей не с очень удачным заходом но они обычно стороне откуда находятся основных где песок то есть если это идут основные самые популярные отель это там везде хороший пляж пологий заход единственное что с тоже следует обратить внимание наших гостей это сезон в тунисе начинается с мая заканчивается в октябре значит температура воздуха самая максимальная это в июле это порядка 27 33 градусов вот где-то так так это очень комфортно это довольно таки комфортно и как бы вода тоже очень сильно не прогревается то есть максимум что это 25 градусов это не эмираты да здесь нет такого как в эмиратах в эмираты вообще я бы летом не советовала ехать потом надо есть эффект этого не то что теплого молока практически горячего это просто не воздуха в тунисе такого нет комфортно и воздух и вода и но все-таки есть некоторые нюансы это водоросли то что с ним водоросли туристы могут с ними столкнуться почему потому что вот когда погода еще не установилась это обычно начало сезона май вот может если просто в море немножко штормит она выбрасывает на берег водоросли зеленые обычные водоросли но как бы если туристам они о них сообщить заранее обычно никаких проблем не возникает они знают куда едут вот но может такое быть что вообще белый песочек и ни одной как бы водорослинки нет а может такое быть что вымела в море на берег выбросила вот эти все водоросли и дети могут поиграться дети могут поиграться а также вот водоросли это одна как бы из составляющих вот таласа терапия которым я немножко позже поговорим то есть это как бы нельзя сказать что это минус это своя особенная есть к водорослям медузы например вот медузы медузы как бы сезоном медуз считается месяц а у них тоже есть сезон да какая прелесть то есть если например вот медузы вот я думаю что многие наши зрители были в крыму вот и соответственно как бы в крыму тоже вот в августе в сентябре обычно вот когда уже к железу ну такого прям мега жили нет но просто их можно встретить если в июле в июне очень мало шансов найти медузу в августе уже больше шанса то есть и туристы боятся медуз панически то я думаю в августе можно поехать в июле например и еще хотела сказать про водоросли что с этим тоже отеле активно борются них есть специальные работники которые берут специальные грабли эти водоросли за ночь море их выбросила они их утром этими граблями убирают и туристы приходят и пляж уже все чисто практически чисто ну конечно они не могут там их ну понятно совершенно устранить если они вдруг есть то есть они могут быть их может не быть то есть это один день например чистый пляж один день немножечко вот такое явление природы да конечно ну чтобы туристы не удивлялись лучше как бы знать об этом заранее это то что касается пляжей в тунисе значит что еще хотела сказать про нашу принимающую компанию в тунисе нас уже третий год мы работаем с компанией voyage 2000 и как бы все профессионалы есть русскоговорящие все гиды русскоговорящие которые работают непосредственно с туристами и все вопросы которые туристы возникают они обращаются гиду гиды решают то есть у нас проблем не было и мы дальше как бы сотрудничаем а когда наши туристы выходят в аэропорту они видят представителей в рубашечках туи да они видят представителей в рубашечках туи отсюда улетают с ними и прилетают туда конечно просто я озвучила название наши принимаю это очень удобно когда ты вот вылетаешь и прилетаешь и видишь ту же рубашечку вот туристы часто на это ориентируются потому что когда другая принимающая сразу куда мне идти а тут вышел голубая рубашечка туи нет все гиды туи то есть даже не обязательно знать название принимающей компании и конечно же поговорили о пляжах теперь я считаю что следует уделить внимание экскурсионки почему следует уделить внимание экскурсионки потому что турист который едет в тунис и не видит страну находится только на территории отеля он не всегда возвращается абсолютно довольным потому что в тунисе вот сейчас они начали обновлять отели то есть некоторые отели уже немножко обновили обновленные по номерному фонду вот а раньше как бы тунис он был больше ориентирован англичан на французов на немцев а они не так привередливы к номерам не нужны золотые краны зала золотых кранах речь даже не идет то есть просто как бы делать каждый год ремонт в номерах то есть это не свойственно отелям туниса они могут раз в пять раз в десять лет проделать этот ремонт вот они постепенно и постепенно вот сейчас даже они начали подстраиваться под наших туристов они постепенно обновляют номерной фонд и там обновили 20 номеров в этом году 20 номеров следующем году то есть редко такие отели именно полностью обновляют полный разу за год все реновацию проделывают вот и турист приезжает и как бы находится как бы номер простой там еще еще что-то ну да и получается несколько и думает почему я поеду в тунис в следующем году поеду-ка я в турцию там номер точно обновили чтобы турист был доволен и вернулся довольным из поездки в тунис мы ему предлагаем обязательно посетить экскурсионную программу и самая интересная самая популярная экскурсия которая считаю что обязательно для посещения всем нашим гостям это сахара два дня да то есть вот сейчас мы видим немножечко картинки сейчас опять перед нами карта туниса и вот если наши все видно все в пустыне все в пустыне то есть сейчас вот расскажу немножечко про наш маршрут двухдневная экскурсия общая протяженность маршрута 1200 километров до 1000 1200 километров то есть представляем себе это расстояние огромное но несмотря на это экскурсия абсолютно не утомительное почему потому что почему потому что постоянно сменяется как бы вид за окном постоянно посещаются определенные достопримечательности меняются туда же вот виды транспорта скажем так то есть туристу риса живаемся вот сейчас расскажу турист не замечает даже как проходит это время и как он проезжает вот это огромное расстояние и также плюсом является то что ночлег туристов в отеле не в автобусе то есть у нас мы останавливаемся ночуем в отеле недалеко от города дуз отельчик небольшой трехзвездочные с минимальными удобствами но все равно как бы переночевать лучше намного чем в автобусе и дальше вот от основных наших курортов будем смотреть как мы отправляемся едем на юг страны по побережью да ну вот как бы вдоль то есть не всегда по побережью но вот вот такой наш маршрут то есть первая наша остановочка это то что вот сейчас на картинке предыдущей было амфитеатр амфитеатр да это римский амфитеатр который располагается в городе эль джем вот он по вместительности всего немножечко меньше чем колизей в риме то есть если туристы по каким-то причинам не попадают в италию не могут открыть итальянскую визу но хотят увидеть колизей хотят увидеть римский амфитеатр они могут отправиться в тунис он всего лишь немножечко меньше то есть если колизей вмещает где-то 43 тысячи человек этот амфитеатр вмещал 40 тысяч человек вот и он сохранился можно сказать даже немножко лучше чем колизей в риме ну как мы не будем ехать в тунис это большое трехъярусное сооружение раньше здесь тоже проходили бои гладиаторов то есть сейчас здесь он как бы тоже можно сказать что он немножечко действующий раз в году проводится фестиваль классической музыки это обычная июль акустика да очень ну конечно наши туристы не попадают на фестиваль но зато знают они знают они гуляют по этому амфитеатру они делают фотографии особенно вот в мае красиво когда здесь еще цветы начинают рядом цвести рядом с амфитеатром и фотографии просто безумные получаются на его фоне туристы здесь погуляли посмотрели пофотографировались и отправляемся дальше едем 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 вот это все весь зеленый участок который мы едем за окном туристы наблюдают оливковые деревья если в египте мы едем и ничего не едем до их 9 часов и наблюдаем песок постоянно вот здесь мы едем по стою вот вышли посмотрели едем дальше и за окном у нас оливковые деревья почему в тунисе как бы выращивают оливковые деревья и тунис славится производством оливкового масла то есть здесь она очень качественная и многие наши гости его берут в качестве сувениров привозят домой по несколько банок наши туристы вообще любители еды брать в качестве сувениров я сама так делаю каждый год вот здесь она очень качественно и вот даже местные жители они у себя в саду выращивают парочку оливковых деревьев и сами для себя производят оливковое масло то есть даже так они поступают но когда мы проезжаем вот эти зеленые участки мы въезжаем в провинцию матмата провинция матмата в первую очередь славится своими лунными пейзажами трагландитами конечно же тут вот лунные пейзажи то есть такие очень красивые горы такие чем-то напоминают пейзажи на луне именно туда до летали ну как бы с этим как бы не просто напоминает а вот если мы будем идти дальше по экскурсии мы с этим немножко столкнемся вот и конечно же трагландиты кто такие трагландиты да кто такие трагландиты это по названию сразу все начинают думать что то люди которые много кушают ну нет трагландиты это матматские барберы барберы это название первых поселенцев туниса и чем матматские барберы отличаются от других например туда мы тоже есть тем что они строят свои жилища в пещерах и там соответственно и живут вот значит во время этой экскурсии заходим кому так барбера в гости они ж низенькие мы там пригинаемся немножко но это как бы не составляет дискомфорта можно сфотографировать быту барберов что у них есть что у них немного не живут скромно вот но несмотря на то что у них немного есть они стараются наших туристов угостить то есть чаем иногда там может даже что-то к чаю предлагаю чай в тунисе как бы один из тоже особенностей туниса тунисский чай он готовится с мятой подается с орешками с медом и такого он светло-коричнево-мутноватого цвета но на вкус очень неплохой то есть а чай где берут они ну вроде как в тунисе не растут ну как бы чайные кусты привозят конечно но все равно как бы готовят но это именно такой напиток который даже местные пьют да конечно это мест местные такое именно национальный напиток странно не растет у них чай выглядит выглядит не так как наш обычный чай то есть но все равно попробовать стоит значит познакомились с барберами и здесь у нас также обед кстати вот по этой программе вот пока мы едем у нас обед например входит обедаем мы в ресторане стилизированном под жилища барберов пещерка есть там комплекс таких ресторанов в форме пещер и каждых туристов заводят свою пещеру дают ногу кушать там как бы сервируется тоже в стиле тунисской кухни то есть основное блюдо тунисской кухни это конечно же кускус кускус готовится в кастрюле с двойным дном внизу овощи мясо сверху пшеничная крупа которая как бы на пару готовится и потом уже эти пшеничную крупу отдельно и рядом с этими овощами сервируется и получается такое блюдо как кускус тоже очень вкусно его кстати можно попробовать на шведском столе во многих отелях если туристы даже не не попадают к берберам кускус будет кускус можно найти на шведском столе довольно таки часто и если мы продолжим тему напитков мы продолжим перейдем к алкогольным напиткам тунис это бывшая французская колония здесь сохранились французские традиции виноделия то есть вино очень качественное вот и даже во время шведского стола они его еще не научились так разводить то есть она довольно таки неплохой алкоголь то есть можно взять если вы отдыхаете на у инклюзиве в своем отеле купить юти-фри и если хотите приобрести уже в тунисе алкоголь есть специальные магазины называются они дженерали либо монопри это монополия на продажу алкоголя в тунисе за государством находится вот и только в этих магазинах можно приобрести алкогольные напитки эти магазины обычно работают до семи-восьми вечера поэтому если хотим идем покупаем алкоголь быстро на вечер нужно приготовиться вот и просто они выглядят как обычный супермаркет просто с алкогольным отделом и вот паспорт не нужен просто нормально нет пошел купил не просят нет то есть туристы приходят в магазин покупают там какое хотят вину попробовать можно приобрести еще из алкогольных напитков славится финиковый ликер тибори вот и есть у них еще инжирная водка с названием буха буха говорящие да очень много говорящие название и нашим туристам очень всем нравится и они покупают ее в качестве в отелях она есть но в отелях иногда может быть но у нее вкус довольно таки специфический на любителя но наши гости и покупают чисто из-за названия чтобы привести друзьям знакомым вот и я вам привез буху буха и ну а так конечно такая на любителя я бы сказал лучше вино вот лучше конечно вино тем более что вино хорошие и возвращаемся в нашу экскурсию вот пообедали пообедали посетили барбер заселяемся обычно в отель и потом нас еще ожидает вечерняя прогулка на верблюдах это тоже считаю обязательно нужно поехать бояться не стоит верблюды очень спокойные очень такие они уставшие вот в начале сезона обычно даже не уставшие и все такие чистые чистые вот потому что ну вот так в египте как-то так смотришь на верблюда и тоже не всегда рискуешь на него сесть а здесь как бы такие они неплохие сказала вот и изюминка в том что мы садимся на верблюда и катаемся по пустыне сахара и встречаем закат в пустыне мы спускаемся верблюдо отдыхает мы встречаем закат фотографируемся в дюнах фотографии здесь тоже очень красиво и получается вот потом опять садимся на верблюда и верблюд уже отвозит нас в нашу изначальную точку то есть это то что я говорил этот отель не прямо в отель автобусу верблюда только по пустыне по дорогам мы едем на автобусе и то что я говорила что мы меняем транспорт а это машину на верблюда верблюда здесь мы сменили затем отправляемся останавливаемся в отеле и встаем тоже очень рано на следующий день встаем где-то в 3-4 утра завтракаем почему мы встаем так рано потому что закат мы уже встретили нам еще нужно встретить рассвет где мы будем встречать рассвет это был закат теперь рассвет где лучше всего встречать рассвет это вот здесь где если видите я мышкой повела это соленые озера это три соленых озера самое большое из них шотель джерит вот значит озера это немножко громко сказано большую часть года воды в этих озерах нет встречаются только небольшие канальчики то есть туристы просто гуляют по соленому дну здесь тоже получается хорошие фотографии и красиво очень выглядит рассвет на фоне вот этих озер и здесь уже наши туристы начинают видеть миражи что еще чем еще славится уже начали еще не выехали уже чем славится тунис это вот и особенности пустыня сахара это конечно же миражами здесь туристы видят миражи самый популярный мираж это конечно же туристы видят море море там где его нет конечно здесь его здесь его нет вот и затем после соленых озер встретили рассвет пересаживаемся на джип и еще один транспорт и в пустыню мы уже на джип да и по пустыне мы катаемся на джипах джипы шестиместные довольно таки комфортабельные туристы там есть специально за что держаться держится и катается по дюнам и обычно водитель этого джипа старается повезти там где самый похуже все кричат все веселятся и делается несколько остановочек первая остановка просто для фотографирования в дюнах в следующая остановочка это в тунисе снимался фильм звездные войны понятное с чего я начинала мармата лунные пейзажи это все снималась здесь и вот как раз во время этого катания на джипах делается остановочка вместе где очень хорошем состоянии сохранились декорации от фильма звездные войны то здесь интересно и фанатам фильма и не фанатам тоже интересно то есть фотографию со звездолетом делает каждый то есть это обе тоже обязательная программа вот сфотографировались и третья наша остановочка это оазис пустыня по это конечно же песок 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 но все равно в пустыне встречается зеленые участки такие как оазис и в этом оазисе кроме от пальм зелени есть есть также водопад вот где туристы иногда даже успевает искупаться поэтому берем на эту экскурсию пока вода не высохла нет вода там есть единственное что если мы едем в начале сезона то обычно самые рискованные туристы покупаются что еще прохладно вот а когда у нас уже июль август уже жарко уже все туристы находятся в этом водопаде понятно вот поэтому купальник нужно с собой иметь на эту экскурсию и также вот по поводу купальника часто вот останавливается именно в том отеле для ночлега где есть термальный бассейн поэтому неплохо иметь собой купальника что можно было вечером просто в этом термальном бассейне искупаться еще дорогие туристы как вы заметили компания тур тесту и заботиться о том чтобы вы привезли более тысячи фотографий там просто рассчитано где нужно обязательно сделать фотографию а если учесть что пейзажи шикарные то вы точно приедете с большим большим альбомом и я так понимаю это только одна экскурсия у вас уже тысячи значит посетили оазис и уже как бы отправляемся обратно в свой отель но по пути вот останавливаемся в городе кайруан в тот отель в котором мы ночевали отправляем не нет вот мы за которым мы живем и едем уже уже едем дадали свои домой как бы вот но по пути вот заезжаем город кайруан чем известен этот город здесь находится одна из самых старых мечетей в исламском мире вот есть можно с ней сфотографироваться разрешено ну внутрь мы не заходим внутрь конечно же фотографируемся да и также город кайруан славится тем что здесь производятся знаменитые кайруанские ковры покупаем три ковра три ковра мы не успеваем купить потому что я считаю что выбор ковра это дорогие ковры конечно не дешевые это не дешевое удовольствие но все равно есть туристы которые интересуются коврами покупают маленькие платочки как бы во время этой экскурсии они не успеют выбрать ковер но посмотреть сфотографировать мечеть если нужно потом специально поедут за коврами и уже приезжая в свой отель уже ужинаем в своем отеле то есть все питание по программе входит кроме вот уже когда приезжаем ужин уже успеваем себя поужинать то есть это такая экскурсия куда обязательно стоит а стоит ли это брать детей детей берут детей берут но конечно совсем маленьких детей я бы не стала брать как бы что дети они быстрее устают они постоянно ехать ну какой возраст такой оптимальный я бы с 12 лет ну то есть уже практически взрослые а вот 10 12 то есть совсем маленьких наверное нет потому что ну как бы и на джипах они расстроятся ребенку там смотреть на разваленной колизея наверное не так интересно ребенку там верблюды были бы интересны но все равно такой маленького ребеночка не посадят наверно на верблюда то есть для детей вот еще у нас фотографии опять же амфитеатра пустыня и еще одна экскурсия тоже которым несколько слов скажем вот сначала маленький отступление куда поехать с детьми есть в тунисе аквапарк есть в тунисе зоопарк зоопарк называется фрилья и там живут одни кто-то нет там не только верблюды там очень много разнообразных животных представителя африканской фауны и особенно что интересно что они содержатся не в клетках а в специальных вольерах в очень комфортных условиях и просто приятно на не вы едете на машине нет не заходите гулять но они застандартные закрыты закрыты но вольеры не клетки вот как у нас запад 15 обезьянок сидит здесь такого нет то есть довольно таки комфортно и вот можно сюда поехать с детьми и этот зоопарк он комбинируется с разными экскурсиями бывает просто как бы зоопарк бывает там зоопарк плюс там хамомет зоопарк плюс вечер у зулусов зулусы это опять же местное племя вот посмотрели зоопарка потом ужин с традиционной тунисской кухни там зулусы представления показывают там еще научат наших гостей танцевать с ними танцем вот то есть это уже есть куда отправиться с ребенка можно также с ребенком вот отправиться но здесь все равно я бы рекомендовала наверное немножко детки постарше потому что такая экскурсия тунис карфаген сиди бусаид бы она насыщена такими как бы не развлекательными а вот больше все таки наверное историческими архитектурными ценностями а вот значит три города мы посещаем эту экскурсию эта экскурсия уже однодневная отправляемся на север туниса то есть по сути недалеко от наших основных отелей особенно вот курорт хамомет если возьмем то ближе всего а вот и по этой экскурсии что хотелось бы отметить три города тунис это столица туниса которая называется также как и страна и что у нас здесь есть первое это музей древнеримской мозаики музей бордо то есть очень интересно здесь проходят туристы эту экскурсию с высокопрофессиональным гидом им все рассказывают про эту мозаику потом также у туристов есть полтора часа свободного времени в столице туниса что можно там посмотреть там есть медина медина это еще по-другому старый город то есть в каждом курорте туниса есть старый город там обычно есть мечеть рынок арабский еще могут быть какие-то как бы там развалины небольшие или крепости остатки то есть вот такое вот то есть интересное место как бы старый город в медине туниса тоже есть мечеть есть рынок по которому туристы могут прогуляться приобрести сувениры и в самом тунисе также есть как бы обычные такие магазины вот которые тоже туристы смогут посетить но следует обратить внимание что чтобы на рынке рассчитаться можно в долларах если в магазинах то рассчитываемся только в национальной валюте это тунисский динар курс 1 доллар это где-то 16 тунисских динар меняем мы их по мере необходимости то есть обменять их можно как на рецепции отеля так и в банке курс практически везде одинаковый вот что курс тоже контролирует государство в тунисе все контролирует государство в тунисе все контролирует государство вот и почему не стоит менять крупные суммы кстати вот за экскурсии туристы также рассчитываются тунисскими динарами потому что обменять назад их сложно во-первых нужно сохранять чек можно обменять только 30 процентов из первонач назад вот на доллары вот пределах чека и до 100 тунисский динар на человека то есть если много поменял ты можешь остаться просто с деньгами да да просто будет не очень удобно поэтому поменять есть где но вот перед этой экскурсии например стоит поменять заранее потому что там уже туристы приехали а у них нет тунисский динар и там ну как бы там водичка там они еще могут рассчитаться в долларах а вот если они там захотят в магазине обычным стандартном что-то купить то уже не факт что но это очень разумная политика государства на самом деле оставляют определенное количество денег нельзя поменять все турист же все равно улетит а деньги она же поменял поэтому не поэтому меняем по мере необходимости вот посетили столицу туниса следующий наш этап это вот верхняя картинка это город карфаген карфаген известный античный город который был уничтожен но все равно кое-что осталось до наших времен в основном это преимущественно римские бани сохранились в неплохом состоянии плюс также множество вот остаток как бы колонны вот такие можно погулять пофотографировать опять же вот отметить себе что вот мы посетили античный город и третий этап нашей экскурсии это тоже наверное самое интересное это вот наша центральная фотография это город сиди бусаид сиди бусаид это город который очень яркий и все в двух цветах в белом и в голубом все дома выбелены в белые двери решетки окон там может быть какие-нибудь заборчики все выкрашены в голубой цвет из город очень яркий туристы поднимаются по вот такой мощеной дороге нам есть тоже небольшой рыночек где можно приобрести сувениры затем поднимаются на обзорную площадку где есть кафе небольшой где можно попить тунисский чай открывается очень красивый вид на весь тунис то есть видно тунисский залив где-то вдалеке видно карфаген тоже очень очень шикарное место для фотографирования а что обозначает вот это что все стены белые а все остальное голубое это прям так надо делать да это такая как бы политика самого города и они за этим очень следят и если не покрасили вовремя местные жители и даже могут оштрафовать а вот и еще считается что сиди бусаид это город влюбленных то есть если молодожены либо парень с девушкой приедут в этот город считается что у них все сложится обязательно то есть можно советовать как бы и сами может запомнить надо сиди бусаид то есть я думаю что как бы кому это интересно обязательно запомнят и посетят этот город вот такая насыщенная однодневная экскурсия которая я считаю что тоже будет интересно всем абсолютно на местный колорит как раз можно увидеть здесь и очень красиво и очень так именно вот по фотографиям тоже можно заполнить свой альбом буквально несколько слов таласотерапия так понимаю что наше время давайте о таласотерапии о таласотерапии еще немножко поговорим таласотерапия это курс лечения которые используют морскую воду подогретую до 33 градусов почему подогретую потому что подогретая морская вода она напоминает по своей структуре плазму крови и все минералы положительные элементы они все лучше усваиваются именно в такой среде вот используя также другие продукты моря такие как водоросли морские грязи то есть гидромассажные ванны здесь участвуют то есть все как бы именно такой комплекс процедур желательно все делать в комплексе и есть отели на каждом из наших курортов отели при которых имеется таласа центр и как раз в тунисе вот курс таласотерапия она тоже контролируется можно сказать государством потому что даже в университетах преподаются именно вот медицинских университетах это профессионально да и почему еще следует выбирать тунис с целью таласотерапии здесь также цены ниже чем в других странах той же франции например почему потому что здесь все сырье добывается здесь то есть водоросли морская вода это все есть тунисе никуда за этим не нужно ехать и все это предлагается таласа центр говорят же что самая настоящая таласотерапия именно в тунисе а все что перевозят это уже не тот эффект да конечно поэтому едем именно в тунис за этим и обязательно ну если туристы как бы они могут взять одну процедуру попробовать но рекомендуется брать комплекс таласа процедур там несколько дней по несколько процедур почему потому что когда туристы заказывают комплекс им еще предоставляются там дополнительные услуги на пользование бассейна в таласо центре потому что пользование сауны то есть это все как бы в комплексе получается выгоднее ну и соответственно конечно же эффект выше ну да поэтому можно вот именно туристам которые интересуются таласотерапии я надеюсь что после нашего эфира все заинтересуются да можно рекомендовать и с этой целью ехать в тунис то есть разные таласо центры есть отели при которых именно таласо центре и туристы приезжают в этот отель именно с целью прохождения таласо процедур что они знают что вот именно здесь как бы все самое лучшее то есть отели отель я наверное называть не буду а если живешь например там в отеле три звезды ну буквально там молодежные улица баров рядом и хочешь пойти ты просто приходишь и записываешься да вы можете прийти записаться это все равно за дополнительную плату то есть обычно таласо можно пойти в таласо центр соседнего отеля и абсолютно не обязательно как бы искать заранее до отель с таласо центром просто рядышком да можно найти рядом ком комфортнее конечно когда все совсем рядом а там есть какая-то вот там минимум 7 процедур или там минимум 12 ну как мы в санаторий едем у нас минимум 14 дней должно быть ну чем как бы хотелось бы чтобы там 14 дней чтобы там каждый день были процедура но если турист желает взять просто одну процедуру просто попробовать на себе и вот уже никто не остановит ну конечно но но в принципе лучше до комплекс конечно лучше лучше комплекс и как бы тогда и эффект соответственно лучше нам ну да вот потому что вот в нашей нынешней обстановке как бы здесь как бы и загрязнение и стрессы и все что переживают наши туристы это все как бы стирается с помощью таласо терапии вот и тоже еще пару слов что следует посетить в тунисе то есть буквально нескольких словах кому мы можем еще посоветовать тунис это гольфисты в каждом из наших курортов есть гольф поля то есть если туристы интересуются гольфу можно им спокойно как бы предложить поехать тунис и в любом курорте они найдут дорогу до гольф поля скажем так потому что конечно гольф поля они не относятся непосредственно к отелям некоторые отели там могут предлагать организовывать трансфер конечно пользование гольф полем это все платно но как обычно бесплатного гольфа насколько я знаю ни в одной стране нет но тунис можно рекомендовать и для гольфистов вот это удивили потому что обычно турция португалия то есть на такие страны а тут вот здесь то не в тунисе очень много всего и как бы на отелях я думаю что я останавливаться не буду остановлюсь немножечко на наших основных курортах самый популярный самый зеленый самый старый курорт это хамомет хамомет помню немножко севернее если будем говорить о хамомете здесь сезон начинается все-таки больше в июне потому что в мае еще может не в полную силу работать уличная инфраструктура но все равно отеля мы предлагаем и можно поехать можно пыть на экскурсии на 8 дней в сахару к сожалению пока такого то есть двухдневная это самое большое дневная но можно поехать на другие экскурсии есть еще тунис разнообразные развлекательные экскурсии морские прогулки то есть шоу на каждый день можно на каждый день найти экскурсии что может быть в мае немножко будет еще прохладно купаться но загорать я думаю уже получится вот по пляжам тоже скажу такой момент пляже все в тунисе муниципальные но как бы если стоят зонтики шезлонги отеля если это 45 звезд они обычно предлагают бесплатно зонтики шезлонги для своих гостей вот и туристы лежат на шезлонгах а местные жители тоже имеет доступ к этим пляжам но они не имеют доступ к шезлонгам туристов то есть они идут вдоль береговой линии они машут они предлагают все что то что там какие-нибудь услуги но если турист не встает шезлонга и к ним не подходит они не могут их трогать потому что есть охранник который за ними видеть вот но если турист встал в отличие от турции египта это реальный плюс то есть здесь как бы если вы находитесь на шезлонге и не идете никому у вас уже никто не трогать вас никто не но если вы подойдете то вы уже что-то купить значит по хамамету хамамет выделяют две зоны курортные это северный хамамет там у нас находится медина то есть старый город и есть также такой курорт как ясмин хамамет или южный хамамет здесь у нас тоже есть медина но это медина она построена буквально лет 30 назад то есть это новая медина она построена по образцу то есть все как бы как как тогда но это новая медина то есть там опять есть рынок и очень красивая как бы набережная там большой порт есть и еще в ясмин хамамет есть развлекательный центр картаж лэнд там и аттракционы и водные горки есть то есть это как бы тоже за дополнительную плату но если отели находятся именно в этой зоне и туристы заскучали в отеле они могут отправиться в этот развлекательный центр и найти себе развлечение соответственно также в центре курорта ясмин хамамет большая развитая инфраструктура кафе и ресторанчики барчики то есть это все есть магазинчики вот и также есть ледовый каток коньки с собой вести не нужно как бы тоже это услуга конечно за дополнительную плату но если кто-то устанет от солнца от тепла можно покататься на коньках есть как бы и в центре ясмин хамамет конечно же гольф поле присутствует здесь конечно обязательно в обязательном порядке и этот курорт мы советуем хамамет и для молодежи и для как бы туристов постарше которые хотят находиться в центре развитой инфраструктуры в самом можно сказать таком развитом популярном курорте и также в хамамете есть улица дискотека она находится вот между северным и южным хамаметом то есть если туристы молодежь приехала в хамамет они тоже могут пойти на дискотеке то есть вход на дискотеке может быть как платный так и бесплатный тоже в зависимости от дня и от программ следующий наш курорт отели тоже не будем рассказывать вот хотела поговорить о курорте сус с немножко южнее опускаемся вот сус это самый популярный популярный курорт для молодежи здесь тоже очень много дискотек разнообразных популярных находятся за территориями отелей вот он немножечко может быть проще чем хамамет но все равно здесь также присутствует уличная инфраструктура здесь тоже выделяют две курортные зоны это осоз как сам старый город медина вот и порт эль-кантауэ порт эль-кантауэ это опять же новая постройка медина это какой старый порт эль-кантауэ тоже множество развлечений есть порт тоже очень красивый все едут туда фотографироваться есть в порт эль-кантауэ опять же аквапарк парк с аттракционами шоу поющих фонтанов она обычно и включают эти фонтаны где-то в девять вечера то есть как всегда могут наши гости приехать посмотреть на фонтаны на фонтаны можно бесплатно посмотреть аквапарк парк водных аттракционов за дополнительную плату а вот и как бы если мы возьмем суз как старый город то там рынок мечеть крепость то есть это все присутствует то есть можно посетить как старый так и новый город то есть в основном туристы перемещаются на такси такси относительно недорогое то есть можно поехать муниципальная но она работает такси кстати желтые такие машинки они работают по счетчику но как бы все равно тунис хоть и европейская бывшая колония французская все равно находится в африке и если вы таксистом сразу не договорились чтобы он включил счетчик он может его не включить он его может и не включить то есть желательно оговаривать стоимость проезда заранее это наш курорт сус то есть сус больше для молодежи но можно и не только для молодежи рекомендовать нижняя картинка чем-то напоминает нить не знаю ну вот тунис вообще очень красивый вообще замечательно можно найти все и еще один наш курорт тоже который популярен больше на для семей с детьми для спать и спокойного отдыха это курорт монастир курорт монастир не славится своими дискотеками здесь туристы скорее всего не найдут разве что может некоторых отелях на территории отеля курорт монастир славится тем что здесь практически все отели на берегу находятся тоже можно выделить две зоны это центр курорта монастир в центре у нас есть мечеть в центре есть большая площадь где находится мавзолей семьи первого президента туниса хабиба бургибы очень звучно и кстати вот то многих городах центральная улица называется именно именем этого президента хабиба бургибы то есть авеню хабиба бургибы это центральная улица туниса носят такое название обычно вот этот президент он уже умер вот но он родился в курорте монастир и поэтому именно здесь находится этот мавзолей и как бы здесь его больше всего почитать но его любят во всем тунисе почитают вспоминают и уважают вот и в центре курорта монастир опять же есть порт то есть вот эта большая площадь можно найти кафе ресторанчики на дискотеке туристы уже здесь не найдут такой более спокойными но большинство отелей располагается в курортной зоне сканес где за территории отеля вообще практически ничего нет то есть там может быть небольшой маркет то есть может быть просто вообще дорога то есть здесь туристы отдых туристов протекает именно на территории отеля ну и за счет этого обычно отели курорта монастир более доступные по цене этот курорт тоже часто выбирают и самый южный наш курорт махди я тоже буквально несколько слов если везде в тунисе белый песок и хорошие пляжи то самые лучшие пляжи здесь большие камни нет самые широкие и самые белоснежные пляжи это курорт махди считается что здесь самое как бы совершенство вот и ну единственное что более длительный трансфер от аэропорта помним 22 с половиной часа курорт махди опять же для спокойного семейного отдыха либо здесь тоже много можно найти отель из таласо центрами для туристов которые рассматривают спокойный пляжный отдых и прохождение процедур таласо центре здесь тоже нет особой инфраструктуры за территории отеля только медина махди вот ну туда туристы один раз съездят им этого будет принципе достаточно они туда каждый день ездить не будут то есть отдых опять же протекает на территории отеля туристы могут поехать в соседний курорт сус например там есть как бы вот даже такой поезд специальный на котором можно добраться но все равно туристы каждый день в сус ездить не будут поэтому они отдыхают на территории отеля можно рекомендовать опять же для спокойного семейного отдыха для туристов которые не желают иметь обилие инфраструктуры, то есть некоторым не нужны дискотеки, тусовки и тому подобное, скажем так. То есть получается, если мы выбираем СУЗ и Хамамет, туда можно и молодёжи ехать, а если монастыр и Махдию, то это более спокойно. Да, правильно, абсолютно. Единственное, что если молодёжь едет в большой компании, и они будут силами себя развлекать, то тогда можно ехать и в Махдию, и в монастыр, тем более поехать на экскурсии. Обязательно в старый город, посмотреть Медину, есть везде. Так, Ирина, ну огромное спасибо, действительно, мне почему-то стало даже интересно, что происходит в Тунисе, что там можно посмотреть. Приходите к нам ещё в гости, рассказывайте нам про все экскурсии, которые есть в Тунисе, будем слушать обязательно. Есть парочка вопросов, какую сумму взять в Тунис, если едешь на завтрак-ужин? Я так понимаю, что человек хочет понимать, сколько стоит приблизительно экскурсии. Ну, смотрите, по экскурсиям сейчас скажу. Я так понимаю, что если завтрак-ужин, то это они планируют обедать. То есть нужно обедать, да? Нужно обедать, но обед, да, как бы тоже есть, вот если в центре развитой инфраструктуры находиться, вот множество кафе, рыбных ресторанчиков, то есть туристы в любом случае захотят попробовать морепродукты. Вот, но я бы рассчитывала хотя бы вот 20 долларов на человека в день. Да. Вот, то есть, потому что неизвестно, там кто-то покушает по-скромному, кто-то покушает, там может быть какие-нибудь королевские креветки или еще что-то, нужно побольше иметь. То есть цены примерно средние, то есть они, вот если мы возьмем там, например, даже вот в марке, в маркетах цены, можно даже сказать, что чем-то похоже на наши цены. Вот, то есть нельзя сказать, что там очень дорого, но и нельзя сказать, что там так дешево, как, например, на том же Гоа, то есть здесь дороже. Ну, понятно, да. Так, ну и Людмила из Донецка написала, не перебивайте докладчицу, имейте совесть, дайте послушать. Это обозначает, что действительно было интересно. Извините, Людмила, мне казалось, что не перебиваю, а очень даже спрашиваю, но все может быть. Ирина, спасибо огромное. Мы через несколько минут вернемся обратно в студию с новыми гостями, а пока у нас небольшой перерыв.